Привет! Ну что, опять ТикТок. Я не планировал снимать продолжение, но в комментах под первым выпуском, под первой частью, у меня просили добавки, поэтому часть вторая кровавая. В общем-то, для тех, кто не видел первое видео, поясню, что сейчас будет происходить. Я буду смотреть ТикТок, искать там разные интересные, может быть даже не очень рисовательные лайфхаки, что-то даже попробую. В это видео, в этот выпуск попадут только интересные, полезные советы, а всякие мусорные вещи, они уйдут в следующее видео, в следующий выпуск, и это, можно сказать, такой небольшой анонсик. В общем-то, не буду затягивать, погнали! Частенько при снятии скотча страдает рисунок. Сразу вопрос, зачем так широко скотч клеить? Чтобы такого не происходило, попробуйте нагреть скотч феном, так рисунок останется целым. Ну, может быть, это интересно, давайте попробуем. Смотрите, ну я уже наклеил полоски, попробую сейчас одну отодрать без прогрева. Ну, я думаю, всем понятно, что ленту нужно срывать очень медленно, постепенно, чтобы здесь бумагу как можно меньше повредить. И лично мое наблюдение, что лучше срывать ее под вот таким изгибом. Можно под 45 градусов, можно прямо, главное, вести ленту вот так на себя под излом. Ну, как видите, все хорошо идет. Сейчас попробую резко дернуть. Ну, вот вы сами видите. Я это сделал просто, чтобы посмотреть, насколько лучше станет результат, если ленту прогреть. Ну, и, собственно, давайте попробуем поработать с феном. Ну что, пока не остыл, срываем. Хорошо прогрел. Пока что плюс-минус так же, попробую дернуть побыстрее. Ну, в принципе, в принципе, небольшая разница есть. Да, полегче срывает. Но, как мне кажется, гораздо логичнее просто срывать медленнее и аккуратнее, можно тогда ничего не греть. Ну, а в целом, автору ТикТока спасибо, можно считать этот лайфхак годным. Ну, и лично от меня еще такая рекомендация. Старайтесь клеить ленту не вот так полностью, а с небольшим напуском. Ну, где-то миллиметра на 4-5, в зависимости от того, какой у вас формат. По моему опыту, это самая оптимальная ширина. Ну, вот такие дела. Я знаю, что с детства многие привыкли рисовать деревья именно таким образом. Сначала рисую. Я надеюсь, мне сейчас Ютуб по авторским правам из-за музыки не бахнет. ...ствол, а уже потом на него на веточке надевают зеленые листики. Да. Это вот прям такое дерево, которое я рисовал в первом классе, один в один. Это простой вариант рисования дерева, но я покажу не менее простой, но более реалистичный вариант. Здесь мы начинаем не со ствола, а с короны дерева. Я что-то похожее вам показывал. Я рисую основную форму дерева, оставляя небольшие светлые промежутки между кусочками. И уже в конце я добавляю ствол. Внизу, конечно же, более... Ну, собственно, все, что тут показано, так оно и есть. Часто рисование не от ствола, а от кроны помогает результат улучшить. И сейчас мы с вами увидели тикток, где показано, как это сделать с помощью краски прозрачной, то есть с помощью акварели. А на канале был прям отдельный туториал про то, как это все провернуть с помощью красок плотных. Кому интересно, ссылочка будет в описании, сейчас подсказочка выскочит на экране. Там я, кстати, еще одну интересную фишечку показываю. Не спешите выкидывать засохший фломастер, ведь их легко можно установить. О, да, это бородакая тема. Первый шаг нужно взять плоскогубцы и снять шапочку у фломастера. Внутри мы увидим цветной стержень. Затем берем аптечный спирт и наливаем внутрь стержня. В моем детстве брали не спирт, а одеколон. Закрываем колпачок назад и проделываем те же манипуляции с остальными фломастерами. Не признавайтесь, выкидывали засохшие? Ну, в принципе, все это понятно. Я думаю, многие из вас пробовали этот секретик. И поэтому мне особого смысла нет пробовать и показывать, потому что я знаю, что это работает. Поэтому я лучше дополню эти советы, этот лайфхак. Дело в том, что в ТикТоке есть один такой маленький косячок. Маркеры и фломастеры, они бывают на разной основе. Спиртовые, водные. И если вы туда добавите не ту жидкость, да, может быть у вас фломастер и запишет на какое-то время, но очень недолго и быстро выйдет из строя. Поэтому надо сначала понять, что там внутри. Это очень легко сделать, надо просто понюхать стерженек. Если нейтральный запах, то там вода. Если спиртом пахнет, соответственно, спирт. Еще бывает такое, что маркеры и фломастеры делают неразборными. И то есть туда никак не подлезешь, ничего не вытащишь, но не торопитесь такой вариант выкидывать. Его все равно можно заправить шприцом. То есть аккуратно прокалывайте дырочку, желательно не шприцевой иголкой, потому что ее легко сломать. Ну и добавляйте туда жидкости совсем чуть-чуть. Дырку потом можно заклеить клячкой или пластилином. И фломастер еще какое-то время вам послужит. Ну и последний совет от меня. Кто рисует маркерами и фломастерами, не даст соврать, что вот такая заправка, она временная. То есть, ну, на один-два раза оживить фломастер вам хватит. Поэтому, если у вас фломики или маркеры хорошие, качественные, лучше не жмотиться, а купить нормальную заправку, то есть специальные чернила. И тогда маркер или фломастер прослужат вам очень долго. В общем-то, такие советики от меня. Продолжаем дальше смотреть ТикТок. Летние трюки с акварелью. Духи на свежие акварели дают не только приятный запах, но и вот такой эффект. Дорогой эффект получился. Я надеюсь, это не Шанель номер 5 сейчас был. Если из жидкого мыла выдуть пузыри и положить на акварель, получится вот такие мыльные разводы. Целых два эффекта с перекисью водорода. В первом случае льем сразу на акварель, а во втором макаем ватную палочку. И если на акварель посыпать соду, получится вот такие в крапинке. Что-то я не совсем понял, что должно с содой получиться, поэтому сейчас, наверное, сам попробую. И еще перекись водорода, потому что я вообще первый раз вижу такое, чтобы какая-то жидкость полностью убрала цвет краски. Итак, давайте сначала перекисью попробую. Как там было? Сначала мазок. Потом капаем перекись. Ну, типа не знаю. Пока ничего. Давайте подождем. Прошло 5 минут, и как вы видите, ну особо ничего не изменилось. То есть краска не исчезла. Каких-то волшебных эффектов я тоже здесь не вижу. Наверное, или я что-то не так делаю, или, может быть, эта тема не работает. Давайте попробую сейчас то же самое сделать с ваткой. И, наверное, ей надо это попробовать сделать по мокрому мазку, максимально свежему. Итак. Ну, какой-то слегка выраженный эффект есть. Но, честно говоря, я еще до конца не уверен. Может быть, и обычная вода будет точно так же действовать. Давайте попробуем для сравнения сделать прокапки водой. Итак, вот ватка. А обычная вода? То же самое, мне кажется, даже с водой эффект более ярко выраженный. То есть толку от перекиси водорода с акварелью вообще нет. Получается, нас обманули. Давайте я, наверное, еще соду попробую. Может быть, с ней что-то выйдет. Ну, да, похоже, что-то есть. Чем-то это напоминает эффект соли. Пускай немножко подсохнет и посмотрим, что получится. Ну, вот. Очень такой мягкий, нежный эффект солевых разводов получился. В принципе, это можно использовать в работе. Примеры я в прошлом выпуске показал. Ну, и по тиктоку получается, что у нас один лайфхак вракованный. Один работает. И два других я ранее пробовал. А не рабочий. То есть получается три против одного. Ну, будем считать, что зачет. Опять музыка с авторскими вровами. Блин, я надеюсь, меня YouTube не забанит сегодня. Извините, буду перематывать, чтобы блок не схватить. Кажется, я догадываюсь, что это. Ну, да, это переводнушка. Это американский тикток. Они, наверное, не в курсе, что для этого есть специальная пленка. Может, и вы не знали. Но это прикольно выглядит. Поэтому давайте попробуем. И я вам еще, наверное, один интересный творческий лайфхак с твердостями карандаша покажу. Погнали. Итак, лист. Натушевываю графит. Что попробовать, этого должно хватить. Ну, и момент истины. Отпечатал саму автограф или нет? Да, работает. Бледненько, но работает. Я наносил графит карандашом 6B. То есть это самый мягкий графит, который у меня есть. А мягкие карандаши, они лучше размазываются. И, по идее, вот этот оттиск, он чернее получится, чем если бы я, например, наносил графит с карандаша HB. Но это не то, что я хотел вам по жесткости рассказать. Дело в том, что мягкие карандаши еще и лучше стираются. Ну, вот, допустим, 6B. Делаем штришочек. И карандаш HB. HB-шкой приходится сильнее нажимать. У него другая, соответственно, текстура получается. И он сильнее впечатывается в бумагу. При стирании, соответственно, у нас 6B ушел лучше, чем HB. И вот это можно использовать в своей работе, в своем реальном рисовании. Например, когда вы делаете линейный набросок. Его лучше начинать с мягких карандашей, тот же 6B. А потом, когда уже что-то появилось на бумаге, можно более уверенные линии ставить карандашом пожестче. Он уже хуже будет стираться. Поэтому при вычищении рисунка у вас в большей степени останутся свежие и уверенные линии, которые вы в конце рисовали. Ну, собственно, вот такой лайфхак. Класс. Мне нравится. Это, конечно, не лайфхак, но просто такая интересная идея для открытки. Пробовать не буду, но мне понравилось. Красиво. Ну, что-то похожее на канале тоже было. Очень ловко. Сова. Слушайте, ну, на одном дыхании посмотрел. Автору зачет. Понятное дело, что это не лайфхак, а скорее техника, но все равно очень интересно. Что-то похожее я показывал на канале в артсоветах, но там рисование было по бумаге, а здесь на жидкой основе. Вот смотрите. Давайте еще раз мотанем. Присмотритесь. Скорее всего, рисование идет по жидкому акрилу. Надо будет что-то подобное, похожее, замутить в отдельном туториале, тем более у нас цикл по акрилу еще не закончен. Автору огромный респект еще, он сделал сегодня мой день. Ну и продолжаем дальше искать что-то интересное. О кейсе, идем проверять. Кстати, умники, которые писали, палитру нужно мыть сразу после рисования, так вот рису... Ну, как бы да. Желательно мыть после рисования, особенно если это акрил, или вообще одноразовый использовать. Я по несколько часов, и акрил высыхает минут за 15. В общем, залила, соды посыпала, немного подождала. Сложно, но можно. И это маленькая победа. Ну, в принципе, смотрите, повторюсь. Для акрила лучше использовать одноразовый палитр. Я много раз уже свой вариант показывал. Ластик, листик, поработал, выкинул. В общем, всем рекомендую. Но если кто-то на классических работах, вот такая ситуация получается, может быть, этот лайфхак тикток и сработает. Давайте пробовать. Свой опыт я решил делать на вот такой пластиковой палитре. Ее пришлось специально испачкать, подпортить. Но мне ни чуточки не жалко, потому что палитра отстой. Не ведитесь на маркетинг и не покупайте вот такие пластиковые палитры. Ну что, прокипятим? Пшшш. Буль-буль-буль. Сын-салабин. Храхат лакун. Ну что, я немножко подождал Видео было написано по инструкции, что немножко это 5 часов И вы видите, я ничего не делал Но пленочка, она сама местами уже начинает отходить То есть, видимо, лайфхак работает Давайте попробую отодрать Ну да, Эврика работает Здесь чуть потяжелее, потому что слой толще Но в целом лайфхак годный Ну вот такие полезные советы и идеи я смог найти для вас Ну, наверное, что-то суперинтересное вы сегодня не увидели Все-таки это ТикТок Хотя, кто его знает, лично мне очень понравилась техника рисования совы Напишите, что вам больше всего зашло И увидимся в следующей части с вредными советами рисовательными из ТикТока Пока! Субтитры сделал DimaTorzok